Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Продолжается война. Настоящая война с обстрелами, с погибшими. Более тысячи погибших. Причем большинство из погибших это мирное население. Женщины, дети, старики. Война страшная, которой не было в Израиле со времен войны за независимость. Если считать по потерям. С нами наш коллега журналист Руиса и Радио Кирилл Задов. Нью-Йорк. Кирилл, привет. Привет, Саша. Вот эта война. Это прямой результат провала американской политики на Ближнем Востоке. Что говорят по этому поводу у вас за океаном? Честно говоря, что там кто говорит за океаном, это одна история. А мне это все видится всем по-другому. Ну, во-первых, давай так. Это, во-первых, мы пожинаем плоды размежевания. Это первый момент. Да, разумеется. Давай, начнем, откуда растут ноги. Секундочку, надо пояснить нашим уважаемым зрителям, что размежеванием называется операция, которая была проведена Ариэлем Шароном по выводу из газа всех израильских поселений. То есть, людей просто вытаскивали из домов. Потому что многие не хотели, сопротивлялись. И продавалось это израильскому народу так, что вот мы сейчас все оттуда вывели. Мы вывели оттуда войска. И вот теперь пусть только хоть... Причем вывели за международную границу. И вот пусть теперь хоть одна ракета или один снаряд, один выстрел из пистолета оттуда последует, мы сразу как бы на законном основании все там снесем. Кстати, тогда же были разговоры о том, что необходимо было передать это все Египту. Но Шарон этого сделать не захотел. Пожалуйста. Не захотел, а не смог. Это первое. Второе. У наших всех, я так понимаю, зрителей есть доступ к интернету, значит, есть Википедия. Все, что им будет нужно попутно, давай они сами почитают, а мы продолжим, потому что у нас есть определенный регламент, как бы, и мы должны делать то, что мы должны делать. Значит, 15 лет с 2009-го, 14 лет 2009-го года нам рассказывало нынешнее правительство в разных его комбинациях, израильское правительство, о том, что мы построили deterrence, то есть сдерживание. И наш потенциал сдерживания невероятно велик. Это стратегическая фейлер, стратегический провал. На самом деле, политики последуют после всех правительств, начиная с 2009-го года, возглавляемых Натаньягу или не Натаньягу в какой-то момент ненадолго. Но, в принципе, это стратегический провал Натаньягу. На сегодняшний день мы должны это сказать. Относительно разведки, как ЦРУ, так и, естественно, намного более, на мой взгляд, имеющих возможности израильских служб разных, и военной разведки, и Шинбета, и Шабака, и Масада. Все, кто занимается контрразведкой, это провал, естественно, если считать это провалом, да, это, скажем так, промах. С другой стороны, далеко не всегда все, разведка не всесильна, и не всегда возможно знать то, что это происходит, или произойдет, или когда это произойдет. Это, понятно, будет большой разбор, без сомнения. Но возлагать вину за то, что, грубо говоря, Израиль готовился к одной войне, а получил другую, это немножко странно. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, ну, здоровую относительно, да, нужно четко понимать, что в этом виноваты только мы сами. Мы, сейчас я имею в виду еврейский народ, который допустил ситуацию, при которой авгивы и конюшни не чистились, по причине того, что это, скорее всего, вызвало огромные потери среди солдат. Правительство, начиная с Ольнарта, гордилось тем, что любая операция в Газе обходится минимальным количеством жертв израильской стороны, как-то забывая нам сказать, что, на самом деле, ни одна из этих операций не добилась никакой цели, а каждая эта война, последние 14 лет, 15 лет, были всего лишь укреплением Хамаса, на самом деле, потому что каждая война, в которой Хамас уцелел, она была его победой. И все это прекрасно знают, понимают, но просто почему-то стесняются об этом говорить. Это, на мой взгляд, единственная правда, которую стоит рассматривать, все остальное от лукавого не имеет смысла даже об этом говорить. Да, с этим трудно поспорить, и я даже пытаться не буду. То есть, все время откладывали решение вопроса на потом, потому что никто не хотел брать на себя ответственность. В результате получили то, что получили. Ну, и некоторые еще считают, что это благодаря железному куполу, потому что, если бы не было железного купола, то эту операцию пришлось бы проводить еще 10-15 лет назад. Ну, тогда было бы легче провести. Конечно, конечно. Ну, и железный купол. Ну, любая система ПВО и ПРО, она не панацея. Когда у вас есть 100 ракет, это еще кое-как работает, но когда у вас летит 1000, все знают, что 20% прилетит в любом случае. И из 1200 это неприемлемо все равно. Разумеется. Но это, если, извините, так можно выразиться, отмазка, что вот у нас есть, и нас закрывают. Соединенные Штаты выразили поддержку Израиля, прислали авианесущую группу, пригрозили Хизбалле Асаду войной, если они, значит, попытаются вмешаться. Ну, вроде бы, Саша, извините, я перебью на секунду. Вроде бы идет Исенхауэр тоже. Да. Я не знаю, идет ли он к Ирану, или идет он тоже в Сторг? Ну, он зашел в Средиземное море. А, все, тогда все, потому что этого я еще не знал, тогда понятно. Два авианосца, это 140 самолетов боевых, это 10 тысяч морской пехоты, это 6 подводных лодок, как я понимаю, это большие две группы пришли. Да, это огромное силу. Это серьезно, это серьезно, можно использовать для войны сразу. Так вот вопрос, для какой войны, с кем? Ну, во-первых, прецеденты бомбардировок американскими кораблями Бейрута были в 83-м, когда там погибли американская морская пехота, когда там Хизбалла на груженом траке въехала в казарму, убила 245. Да, после этого Рейган подбил крейсеры, он достаточно долго перепахивал Бейруту, насколько я помню, то, что от него, по крайней мере, осталось в тот момент. И в любом случае, это главное, это сигнал, конечно, Хизбалли и Ирану, потому что, если чего, то, как бы, вот, Америка может быть вовлеченной. Там, кстати, очень интересная история в Ираке произошла. Там глава движения Бадр, которая входит в мобилизационные народные бригады, он сказал, что если Америка напрямую будет вовлечена в конфликт, то все американцы, где бы они находились, станут для нас, для ПМЮ, для проиранской шиитской милиции в Ираке, самые крупные, кстати, и самые боеспособные, они воевали с халифатом, то любой американец, любая американская цель станет легитимной для нас с этого момента, и это тогда превратит Ирак в то, что они всегда боялись, в полигон войны между США и Ираном, что вполне возможно, там 2,5 тысячи наших американских войск находятся, спецназ, который, типа, занимается там только, дает советы, но на самом деле, конечно, они в операциях участвуют по уничтожению халифата, который там еще присутствует в большом количестве. Поэтому все, на самом деле, очень напряжено, и исходя из того, что последние 5 дней, 4 дня провокации на границе со стороны Хизбалы происходят, правда ведь, перестрелки идут, периодически есть инфильтрации, и иногда обстрелы. Соответственно, в любой момент это все может выйти на совсем другой уровень, и этот совсем другой уровень рано или поздно, скорее всего, повлечет за собой вылечение Ирана напрямую в этот военный конфликт, и как бы это совсем другая война с этого момента. Так вот, я хотел как раз об Иране и сказать. У нас некоторые считают, что вот именно сейчас Соединенные Штаты готовятся нанести удар по Ирану. Байден, кстати, получил разрешение Конгресса на военный день? А ему не надо. У нас с точки зрения Конституции не будет. Может, он запрашивал, но он имеет право сам начинать войну и получить утверждение, он должен не позже, чем за 60 дней. Представьте ситуацию, что он вовлек уже Америку в войну, и вдруг Конгресс на день 40-й говорит, нет, ребят, мы поздно. Ну, это смешно же, правда. Поэтому у нас президент, я всегда говорю, что американский президент имеет полномочия намного больше, чем некоторые короли и некоторых афалютных монархий. Вот и все. Но, тем не менее, запрос он подал. Ну, должен. На всякий случай. Если Салливан считает, что это возможный вариант, а это его мозг, я не сомневаюсь. Если Салливан считает, что это возможный вариант развития событий, а он далеко не дурак, а он понимает, что он да, возможный вариант, то понятно, что они должны такую вещь сделать, на всякий случай подготовиться. Плюс для Ирана эта информация, если ты ее знаешь, то иранцы ее знают. Что было формальное обращение в Конгресс. Все это важно, чтобы они понимали, что если они вовлекаются, недаром позавчера Чарльз Браун, наш новый Джоэн Чифт, наш новый председатель комитета начальников штабов, сказал, что Ирану не надо вовлекаться в это. Мы не советуем. Я рад. Это хорошо. Не вовлекаться, это понятно. А самим нанести превентивный удар такого не рассматривается? Нет таких разговоров. Кто кому должен, еще раз, что ты спрашиваешь? Соединенные Штаты? По Ирану просто превентивный удар. Но я думаю, что если стоит вопрос о первом ударе, этом таком, превентивном, то это должен не Америка делать, а Израиль должен делать, потому что Израиль сейчас... Вот. Теперь вопрос, если вдруг Израиль сейчас посчитает, что пришло время сейчас в этой войне, и нечего терять, и риск достаточно экзистенциальный для того, чтобы Израилю... Да, по теории, в реализме мы знаем, что если государство стоит перед экзистенциальным риском, оно может идти на экзистенциальный риск для того, чтобы этот риск нейтрализовать. Потому что удар по Ирану – это экзистенциальный риск для Израиля. Потому что непонятно, какой будет ответ, это совсем другая уже история. Мы еще в этих водах не плавали, мы не знаем. И раз так, если Израиль посчитает, что сейчас наступил тот момент, что вот сейчас нужно это делать и пора, то тогда Америка, я думаю, военные силы поддержит. Если это ты спрашиваешь. Но сама первая Америка по Ирану наносить удар, я не думаю, что должна в этой ситуации, инициатива должна от Израиля исходить. Может ли Израиль тянуть Америку в войну с Ираном? Да. Да, я, в общем-то... Это не представляется возможным. Да. И я честно скажу, это, в принципе, достаточно вероятный... Достаточно вероятный направление эскалации. Достаточно вероятное направление эскалации. То есть, одновременно с газой или после? То есть, все-таки очевидно... Одновременно сейчас. Газа это, ребят, как я понимаю, из-за того, что я сейчас вижу, это минимум месяц. Если, конечно, Америка не начнет сейчас в какой-то момент видеть, да, там уже нет воды, электричества и так далее, и не начнутся крики сильные внутри. Уже начали. Ну, нет. Главное, в демократическом эстетичном моменте пока все тихо. И даже прогрессив, такие как Азия Кортес, например, в нашей палате представителей, про хамасовское ралли на таймское рассудило. И это важный момент. Чтобы мы понимали, что даже прогрессив ведут себя аккуратно сейчас. И пока так, я не думаю, что на Байдена есть какое-то давление начать давить на Израиль. Сейчас в кончатстве. Но все понимают прекрасно, что атака такого уровня, 1200 погибших женщин, дети, обезглавленные люди. Главное, что Махмуд Азар сам. Я уверен, что вы слышали, что он сказал. Что Палестина – это не наша цель сейчас. Наша цель сейчас – мировое доминирование. И мы хотим, чтобы не было ни христиан, ни буддистов, ни евреев, никого, а только мусульмане. И это уже другая идеология. Это уже не хва, к которому мы привыкли. Совсем. Это Айсис четкий совершенно по всем позициям. То есть эволюция произошла на идеологическом уровне в Хамбасе. Это совсем другая история уже теперь. И это теперь… Это то, что он это сказал, для Америки – это нормальная, хорошая, красная тряпка. Ну, а Евросоюз, он всегда достаточно инфантилен. Да, европейцы, они уже… Они давно потеряли и свою независимость, и свои собственные возможности самодостаточности. Они давно, как суверенное образование, не существуют. Они ничего сами не решают. И они отвыкли. Американские войска находятся на европейском континенте достаточно давно, со Второй мировой войны. Они привыкли, что их безопасность отвечает тот-другой. Поэтому мышление у них соответствующее. Я тут не вижу никаких, как бы так, противоречий. Они достаточно последовательно все время это говорят. Причем, если Америка разделяет израильскую доктрину, что Израиль обязан сам иметь возможность себя обезопасить и не может ни на кого рассчитывать, то Евросоюз не разделяет. Евросоюз считает, что международные войска могут гарантировать Израилю свою безопасность. Что неприявлено, мы это понимаем. Вот и все. Ну да, мы уже сейчас наблюдали, когда начались заморочки на Ливанской границе. Юнифил ничего не может сделать. Не, они просто ничего не могут сделать. Они заперлись на своей базе и боялись нос высунуть. Ну, конечно. А Хизбалла стреляла, у нас есть, на карте это показывали, буквально там в нескольких стах метрах от базы Юнифил они расположили свои ракетные установки и оттуда стреляли. Ну, в надежде, что Израиль промахнется и, значит, попадет по Юнифилу. Еще один вопрос, который я хотел тебе сегодня задать. Позиция России. Значит, президент Путин, ну, то, что там творится в пабликах злорадства и там «так вам и надо» и так далее, все это мы уже проходили. Ну, есть разные, стой, стой. В этих самых шоу. Есть разные люди, Саша. Ну, разумеется. Есть те, кто поддерживает Израиль, а есть те, кто не поддерживает Израиль. Россия – страна с большим мусульманским населением, что тоже надо понимать. Задай вопрос. Нет, все очень хорошо, что ты меня перебил. Я имел в виду, конечно, не просто комментарии в интернете, я имел в виду официальные СМИ, которые, значит, разгоняют, разгоняют соответствующую позицию, которую им диктуют сверху. Ну, и, как бы, выступление Путина, который заявил, что, когда принималось решение, он фактически объявил Израиль, обвинил в эскалации, когда принималось решение о создании Израиля, было принято решение и о создании Палестины, но это так и не было сделано. Что же это не было сделано? Палестина, арабы отказались признавать резолюцию. Кончик, ты это мне или Путину объясняешь? А, да это очень удобно. Это удобно. Да, да, в том-то и дело. Палестинская проблема... Позвольте завершить. Палестинская проблема в сердце каждого мусульманина. Она воспринимается как проявление несправедливости, возведенной в невероятную степень. Одна из причин взрыва насилия в регионе – это поселенческая позиция Израиля. Надо пытаться успокоить ситуацию. Решение конфликта повлетет за собой потери. То есть впечатление такое, что в России весьма выгодна война. Тут рост цен на нефть, отвлечение внимания от войны в Украине. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, смотри, косвенно, конечно. Напрямую России была бы выгодна не эта война, а война на Балканах, например. Да? Это первое. Второе. Надо не забывать, что российская позиция по израильско-палестинскому конфликту, она ничем не отличается от советской позиции по израильско-палестинскому конфликту. Она занята. Также надо понимать, что МИД, любой МИД любого большого государства, от тому же, постоянного члена Салбеза, как и является Россия, он в основном, ближневосточное его подразделение состоит из арабистов. Почему? Потому что арабских стран огромное количество, Израиль один. И когда ты готовишь дипломатов для ближневосточного направления, ты готовишь арабистов. Поэтому, естественно, что позиция МИДа всегда будет больше проарабской, просто по факту того, что человек, который вращается и варится в этом масле и читает эти газеты, смотрит телевидение на языке оригинала, он пропитывается менталитетом страны, которая является его зоной специализации. Поэтому в любом случае, и также в американском госдепе тоже, кстати, очень много и всегда традиционно любое Министерство странных дел любого большого государства, оно, когда занимается Ближним Востоком, оно настроено по-арабски. Но у Советского Союза еще отдельная история, потому что он поддерживал ООП, поддерживал Рафата, имел посольство, представительство ООП, недалеко от американского посольства географические в Москве. И вообще, позиция всегда была два государства для двух народов. Она стандартная, она не поменялась. Исходя из этого народа, будет Путин все говорить. При этом, давай не забывать, давай не забывать, что механизм деконфликтинга между Израилем и Россией продолжал работать до последнего времени. И война эта выгодна, конечно, не России, а Ирану. Потому что пока Израиль воюет с Хамасом, он не уничтожает в Сирии заводы, которые строят производство ракет, производство боеприпасов. Не, 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 уже уничтожили. Уже был очередной налет, да. Возможно, но не так часто это. Внимание, я нас... Кстати, с Сирии сегодня, я извини, перебиваю, с Сирии сегодня прилетело. Я знаю, вчера тоже что-то прилетело. Нет, с Сирии сегодня первый раз и сразу ответили, да. Вчера был в основном с Ливана, да. Хорошо. Хорошо. Это не меняет сути дела. Я бы не обращал сейчас такого большого внимания на то, что в официальном российском как бы неративе происходит по этой войне, потому что последствий этого никаких не будет. Механизмов давления на Израиль, де-факто, в России сегодня нет. Прямых механизмов давления. Уровень личного контакта, как я понимаю, жду. Я удивлен тем, что Путин до сих пор не позвонил или уже позвонил? Нет, не позвонил, Россия не выразила соболезнования, ничего. Это странно немного. Нет, нормально. Нет, ненормально. Потому что в этой ситуации Россия находилась тоже. Это все равно, что зашли ребята Басаева, грубо говоря, и убили 35 тысяч россиян. 1200 израильтян убитых. Ну да, пропорции к населению. Ну, конечно. Представляете себе, что такое бы, не дай бог, произошло в России и не позвонил бы им Таньягу, не выразил бы Путину соболезнования. Это странно. Израиль подвелся к беспрецедентной, варварской, страшной, животной, звериной агрессии. И раз так, ответ должен быть, как на Таньягу нам все обещают библейским. Я хочу увидеть этот библейский ответ. Все хотят увидеть, хотя это будет болезненно для всех, очевидно. Да, я знаю. Но выхода все равно нет. Все равно в этот раз придется зачищать. Я надеюсь, что в правительстве понимание этого есть. Я вас поздравляю, правительство национального единства создано. Правильно? Все. И в него вошли серьезные ребята. С большими погонами. Все бывшие начальники штаба, многие из них министры обороны. Это хорошо. Это отлично. И это сейчас то, что нужно делать. Ну, а что еще можно здесь сказать? Надо это делать. Ну, нет же вариантов никаких. Правда ли? А как ты... Вот я не могу не задать тебе вопрос, который я вот сегодня обсуждал с Вимагеном тоже. Хорошо. Вот какая цель вот этой военной операции? Ведь известно, что война, которая не нацелена на победу, заканчивается поражением. То есть вот цель до сих пор не сформулирована. Всегда у нас... Сформулирована. Они... Нужно, говорят, красиво. Зачистить от Хамаса? Нет, не так, не так, не так. Я услышал от Хехта вашего пресс-сагазаря Цахава, да, Ричард Хехт? Да. Я услышал такую формажовку. Она красивая формажовка. Мы должны полностью лишить Хамас его военных возможностей. Это означает, что должно быть полностью уничтожено военное крыло. А политическое крыло останется? Ну, с кем-то же потом надо будет все-таки договариваться, нет? Так вот в том-то и дело, что нет. Изначально было сказано, что мы не хотим ни с кем договариваться. Саша, Саша, ну, пожалуйста. Ты же понимаешь, что кроме Санжара, руководителя политического крыла в Газе, есть еще в Катаре, есть еще в других местах политический... Политбюро Хамаса же не все находится в Газе. Войной в Газе мы не уничтожим весь Хамас. Но военное крыло все находится в Газе, оно должно быть уничтожено. Во главе с Мухаммадом Дюфом, который, как я понимаю, еще раз ушел от смерти в очередной раз, 25-й, 30-й раз. В этот раз он уже как бы наверняка эту смерть встретит, тут уже постараются. Пожалуйста, хотелось бы это увидеть. Я серьезно. Да? Потому что пока что каждая попытка его ликвидации, начиная с 2000 года, стоит жизни израильским солдатам. Так происходит. По разным причинам. Сейчас не в этом суде. Суть в том, что уничтожить военное крыло Хамаса – это цель. Она красивая. После уничтожения с политическим руководством можно будет немножко поговорить. Я так думаю. А может быть удастся уничтожить весь Хамас? Дальше что? Я тебе скажу так. Общественное мнение в Израиле не даст заключать никакие сделки и соглашения с Хамасом, с политическим, не с политическим. То есть степень шока, степень гнева такова. Я просто знаю, что сейчас очень многие молодые ребята, парни идут в Милуим, идут сами просятся. То, что называется Дамбайнаем. То есть у них кровь в глазах. Ну, понятно. Все сейчас хоронят. Вот сейчас у нас пошла полоса похорон. У меня вот сын сегодня был на похоронах. То есть начинаются похороны вот все вот эти вот молодых ребят. Это сейчас затронет каждую израильскую семью, как после войны судного дня. Так что не очень я верю, что можно будет с ними договариваться. Ну, с Египтом же потом договорили. С Египтом было немножко другое. Ну, согласен, все-таки государство, да. Это государство. Спасибо. Я согласен с тобой, Саш. Спасибо большое. Я напоминаю, с нами был Кирилл Задов, Руиса и Радио. Подписывайтесь на канал Кирилла Задова. Там всегда очень интересно. А наша программа подошла... Да, в Ютубе. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.